Южная поликлиника в поселке Дрожжино каждый месяц проводит профилактические мероприятия и приемы для детей и взрослых. Вот и сегодня в лечебном учреждении довольно многолюдно. В отделении профилактики проходит выездная консультация представителей НИКИ детства в составе кардиолога, аллерголога, иммунолога, гастроэнтеролога, ревматолога. В принципе это все те врачи, которым немножко сложновато бывает попасть в обычные дни. Также прием ведут невролог, офтальмолог, эндокринолог и пульмонолог из научно-исследовательского клинического института детства. К выездным специалистам записались 120 детей со всего Ленинского городского округа. Присутствует УЗИ-врач и дополнительная выездная лаборатория, где сразу проводятся медицинские анализы. Помимо этого деткам еще будет проводиться спирография, это неотъемлемая часть приема пульмонолога. То есть мы таким образом определяем, как работают легкие у ребеночка. Ольга Лыкова с сыном Пашей на приеме у аллерголога иммунолога в первый раз у мальчика в мае внезапно появилась реакция на цветение. Глаза стали опухать, стал задыхаться немножечко, подкашливать. И все, мы сразу на антигистамин и к врачам. Нам все понравилось на консультации, в принципе, мы все поняли и дальше будем продолжать лечиться. Удобно, да, что вот никуда не нужно ехать к вам? Да, и получили квалифицированную помощь, да, все понятно, все встал на полочке, да, это очень удобно. Очень много сейчас аллергии, особенно в период цветения. Я предполагаю, что это связано с окружающей средой, да, то есть очень много аллергенов, которые совмещаются с выхлопными газами, они мутируют, они становятся жестче. Сейчас каждый третий человек на планете страдает от аллергии, уверена кульмонолог научно-исследовательского клинического института детства Наталья Бессудная, которая также вела прием в Южной поликлинике. В местной поликлинике, конечно, не хватает узких специалистов, которые есть у нас, поэтому для того, чтобы приблизить нашу помощь к детям, чтобы они не ездили все туда, мы приезжаем сюда. Наша цель найти, обозначить правильное лечение и наблюдение. Прекрасные врачи, очень хорошо помогают, и вообще мы очень рады, что мы попадаем и ходим к таким специалистам. Мы сейчас дадим кровь, сделаем ФВД и вернемся к доктору, нам скажут дальнейшее лечение. Чтобы принять всех желающих, специалисты трудились в Южной поликлинике с 9 утра до 17 вечера. Учреждение работает по современным стандартам губернаторской программы «Наша поликлиника». Поэтому время в ожидании консультации с комфортом можно было провести в просторной детской и комнате матери ребенка. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно-ЭтВ. Продолжение следует...